Сегодня мы начинаем не только новую главу, она называется «Шмот. Имена», но и вторую книгу Торы. В каждой книге раскрывается определенная сверхзначимая часть устройства мира. У нас есть только пять книг в Торе, поэтому, естественно, что каждая книга очень весома. Всего пять книг. В пяти книгах нужно раскрыть пять определенных архиважных сущностей. Первая книга «Берешит» говорила о сотворении мира и о том, как был заложен фундамент нашего народа, который на своих плечах несет реализацию всего плана сотворения мира. Вторая книга «Шмот» будет говорить уже не о фундаменте народа, но о том, как народ сложился. Это только в книге «Шмот» проявляется. До этого народа еще не было. Был дом Якова, его семья и все, что его окружало, но это еще был не народ. Народ сложился в книге «Шмот». Мы об этом и сегодня будем говорить, и в следующих наших записях. Но я хотел здесь подчеркнуть только, что тот факт, что складывался народ, сразу был обозначен через слово «шемот» – имена. Имя «Шем» в единственном числе – это «шем», во множестве «шмот». Имя означает «суть». Это не только в ибрите, это вообще в любом языке, в любом понятийном аппарате. Чтобы назвать суть предмета, нужно дать им какое-то имя. Если у предмета, у явления нет имени, значит мы его не понимаем и даже не знаем, о чем мы говорим. И поэтому сразу мы начинаем со слова «шемот». И нас, конечно, должно удивить и обратить наше внимание на то, что слово дается во множественном числе. Получается, что если имя – это «суть», а «шемот» – это «сути», по-русски даже так нельзя сказать особенно, но много разных граней, как говорится, этой «сути», и этим уже Тора сразу нам задает направление. Что мы разные, евреи, все люди разные, но даже внутри Торы и реализации образа жизни мы все равно разные. И на этом уже с самого начала строится наш народ. Я хотел обратить на это внимание, потому что в следующем записи, в следующем нашем отрывке, который мы будем обсуждать, я постараюсь коснуться этого и как-то это раскрыть. Поэтому на сегодня мы поставим такую задачу и постараемся дальше говорить об этом, о том, что все мы, каждый из нас носитель какой-то грани истины, но обязательно истины. Если мы внутри нашего образа жизни, нашего мировоззрения, значит мы не только несем на себе это мировоззрение, но и какую-то ее грань, его мировоззрение грань. Мы уже говорили о том, что обращаем внимание на множественность числа слова «имя», потому что мы все представляем собой разные грани сути еврейского образа жизни. И это началось еще до Египта. А нужно сказать, что ведь наша книга начинается с того, что мы пришли в Египет. Как бы суммируется последняя глава прошлой книги, где говорилось о том, как мы оказались в Египте. И Яков, и все двенадцать сыновей. И вот я на число двенадцать обращаю внимание, что сыновей было двенадцать. И соответственно, уже сразу видно, что если раньше у Авраама, его наследником был Ицхака, у Ицхака Яков, то Якова уже двенадцать. Потому что пока закладывались основы в высших мирах, это самые высокие основы. Если каждый человек нес на себя определенный вес этого, и нужно было, чтобы был один человек, чтобы этот принцип, который он в себе воплощал, был бы целен, то реализация не может быть через одного человека, поскольку реализовать надо было целый ряд граней. Например, грань активности и грань того, чтобы устоять. Грань интеллектуальной деятельности и грань деятельности в других областях мира. И так далее, и так далее. Грань концентрации на служении Всевышнему через те структуры и инструменты, которые он нам дал, то есть храм, это одна грань. И грань обучения Торе, это другая грань. Поэтому было двенадцать сыновей Якова. Здесь же нам недельная глава подсказывает, что весь наш народ, он каждый сам по себе содержит многие грани, и мы потом узнаем, что не только двенадцать, но целых шестьсот тысяч, это тоже особое число, которое будет иметь значение не в этой недельной главе. То есть мы видим, что вес каждого человека необычайно велик. И количество букв в Торе тоже фиксировано. Если убрать какую-то букву, то Тора это не Тора, а просто некий документ, не имеющийся определенной святости той, которая имеет Тора. А если добавить, то тоже не будет. То есть видим, что есть некое количество, которое определяет реализацию плана Всевышнего на Земле. И это мы с самого начала вторая книга Торы нам задают. Теперь я хочу сказать, что мы упомянули Египет. Египет, все знают, это рабство. Я хочу подчеркнуть, что Тора не стесняется показать и сказать нам, что начало нашего народа начинается с рабства. Обычно народы мира скрывают это. Они говорят о великом прошлом, могут говорить о трудном каком-то периоде в своей истории, потом говорят опять о великом периоде сегодня или в крайнем случае завтра. Но прошлое должно быть окрашено только в тона чего-то великого. Тора показывает нам, что мы не стесняемся, не скрываем того, что наш народ начинался в рабстве. И это тоже очень необычно. Об этом мы говорим и в Пасхальной Агаде, в праздник Песов. Но об этом будем говорить в следующей нашей короткой записи комментариев на эту недельную главу. Здесь я хотел только поднять этот вопрос, и в следующий раз мы попытаемся на него ответить. Мы уже говорили о том необычном, что Тора не только не скрывает, но даже на самом деле подчеркивает, что наш народ зародился в ситуации рабства. И это может вызвать определенные негативные эмоции, разные у нас. Как же так? Неужели мы зародились в рабстве, и получается, что это рабство является интегральной частью нашей сущности? Нет. Потому что мы были рождены нашими праотцами и праматерями не в рабстве. Потому что понятие рабства – это служение человеку. Так в мире понимается это слово. Мы расширяем его. Служение не только человеку, но и рукотворным идеям, теориям. Все, что по-русски называется словом «изм», все равно человек в рабстве. Он в рабстве идей, он видит мир через фильтры этих идей, он через узкие рамки этих идей, не говоря уже о диктаторе, о диктатуре человека, тирании и тому подобное. Но если человек знает, что хозяин мира только Всевышний, и никакие не идеи, и не философии, и не изобретения человека, и тем более не люди, и не личности, то тогда говорить о нем как о рабе невозможно. И поэтому Тора говорит, мы начинались как народ в рабстве физическом, но мы не признавали над собой это рабство, и мы не утверждали, что так устроен мир, что надо быть рабами. Наоборот, все время внутри нашего народа было чувство, что есть Всевышний, есть Творец. И освобождение из рабства пришло только тогда, когда мы не только чувствовали это и думали так, но и обратились к Нему, и Тора об этом прямо говорит, обратились всем сердцем, всей сутью. И только тогда начался момент исхода из рабства. Этому посвящена тоже эта глава, и ближайшие недельные главы. Процесс исхода из рабства, он может начаться только тогда, когда мы не только философски знаем, что есть Творец, но когда мы обращаемся к Нему так, как умеем, каждый по-своему, но именно обращаемся к Нему как к тому, кто управляет нашей судьбой. И доказательство, так сказать, того, что это наша постоянная задача, наша первая фраза, которую я сейчас прочту полностью в первой главе, говорит так, Те, кто знает иврит, они обращают внимания на то, что глагол «хабаим» дан в настоящем времени. Вся фраза говорит так. Вот имена сыновей Израиля, которые вместе с Яковьей и вся его семья, они пришли в Египет. Мы переводим «пришли», но на самом деле в тексте «настоящее время» приходят. Получается, что Тора нас учит, что мы все время приходим в Египет. Нельзя не приходить в Египет, потому что как только в нашей жизни мы ограничиваем ощущение, что есть только Всевышний, а в быту, в жизни мы всегда так или иначе ограничиваем это. Если мы идем к врачу, то мы идем для того, чтобы врач нас лечил. Но когда мы переходим в некую грань и думать, что только врач лечит, и именно он является последним, ультимативным авторитетом в области лечения и в области результатов лечения, мы попадаем в Египет. Мы попадаем сразу в рабство. Потому что последнее слово остается за Всевышним. Не за лекарством, не за наукой, не за врачом, и не за нами, а только за Всевышним. Поэтому процесс попадания в Египет, он постоянный. Но Тора учит нас, как выйти из Египта. И вот через одно слово только мы это находим, это хотел подчеркнуть здесь, перед тем, как в следующей нашей части мы уже будем обсуждать некую другую проблему, вытекающую из текста нашей главы. Мы читаем в нашей недельной главе, в главе Торы, которая вторая глава, не недельная глава, а сама глава Торы, она разбита на главы для того, чтобы можно было ссылки как-то сообщать. Я думаю, все это знают. Во второй главе, во фразе 22-й, говорится следующее. Я короткое видение там этому. Мы уже читаем о жизни Моше. Он еще не назывался тогда Моше Рабейна, но это был Моше Рабейн. Бежав из Египта, после смертного приговора ему, он через целый ряд лет оказался в стране Мидиан, это в Северной Саудовской Аравии сегодня, Иордании примерно, Южной Иордании. Моше Рабейна оказался женат на дочери Гитро, которая прониклась его знаниями. А Моше Рабейна был воспитан в еврейском духе, потому что воспитательница его, дочь фараона, Батья ее звали, она тайно перешла в еврейство и воспитывала Моше в духе наших традиций. Знания Торы он получал и от Бати, и от своей сестры, и тайно приходили к нему некоторые учителя из колена любви, которому он принадлежал, тоже его учили. И жена его, которая была дочерью Гитро, она тоже приняла на себя все законы еврейства, тогда это была другая процедура, потому что Тора еще не была дана. Только после Торы у нас установлены особые раввинские суды, которые заняты в случае необходимости проблемы перехода человека из мира нееврейского в мир еврейский, называется Ги-Юр. Тогда это было иначе. Так вот, жена Моше, Типора ее звали, она приняла на себя еврейство, у них родился сын, и Моше назвал сына очень удивительным именем. Теперь это имя известно, теперь в честь того, сына Моше называют детей так, но тогда это было очень необычное имя, в котором звучало космического рода печаль. И мы читаем, «Вателят бен воикраэт шмо гершом». И назвали мальчика именем Гершом, Ки-Амакс, ибо сказал Моше, «Гер гаити беэрец нохрия». Я был чужим в чужой стране. Значит, кто это говорит? Это говорит Моше, который женат на дочери богатого человека, уважаемого человека, который является одним из лидеров народа, где он жил, Моше. Но у него настолько сильная боль понимания, что он живет в чужой земле, а мы должны еще задуматься, что такое чужая земля, где чужая земля, что он первенцу своему дает имя Гершом, в котором уже вмонтировано, так сказать, вмуровано это понятие, что он ощущает себя на чужой земле. Почему это важно нам? Мы должны понять, среди прочих, стараясь понять свою жизнь, почему Моше стал тем, кем он стал. Собственно говоря, почему Всевышний выбрал его для этой роли. Ведь на эту роль могли претендовать очень многие в нашем народе. Он выбрал его по нескольким причинам. Одна из них, что Моше должен вести еврейский народ из чужой страны свою страну. Если человек не ощущает остро, что он находится в чужой стране, то тогда он не может и выводить других людей. Тогда он не понимает вообще, где он находится. Теперь прежде всего это касается тех, кто хорошо устроен в жизни. Несложно чувствовать себя чужаком, когда тебе плохо, нет дома, нет работы, нет уважения, и так далее, и так далее. Но чувствовать себя таким, когда ты уважаем в мире, когда все на тебя смотрят, когда ты не имеешь финансовых ограничений, когда ты не имеешь никаких других бытовых ограничений. Когда ты можешь делать все, что ты хочешь, и ты чувствуешь себя чужим, одиноким, в чужой стране. Это качество, которое было в Моше Рабейну, и это то, что привело, если так можно выразиться, конечно, Всевышнего к решению назначить Моше тем, кто вывел нас. И тут они не боюсь сказать нас, потому что мы все время должны выходить из Египта, о чем говорилось в прошлом в нашей короткой беседе. Не боюсь сказать, вывел еврейский народ и всех нас из рабства. Только тот, кто чувствует себя чужим, всюду, где не его дом, а дом это Эрец Исраэль, дом это Тора, дом это служение Всевышнего, все, что вне этого, вне Израиля, вне Торы, вне служения Всевышнего, это чужое. И не имеет никакого значения положение человека. Это качество имел Моше, об этом Тора нас учит и нас приглашает быть в такой ситуации, быть в этом правильном положении, что ты понимаешь, что ты находишься не у себя дома, если ты вне этих факторов находишься. И тогда есть очень хорошие шансы из этого выйти. Мы коснулись в прошлой части нашей беседы, мы коснулись личности Моше и того фактора, что он чувствовал себя чужим, несмотря на то, что, как сегодня вы сказали, на то, что прекрасно устроился в жизни. Сегодня мы разберем еще одну сторону Моше, который стал Моше Рабейну, наш учитель и наш духовный наставник на все времена. Рассказывается в Торе, и я буду разбирать главу третью, фразу третью, рассказывается в Торе, что когда Моше пас скот своего тестя, огромное количество скота, он заметил, это было на Синайском полуострове, около горы Синай, он заметил, что горит куст и не сгорает. Ту историю, наверное, все знают. И тогда он сказал следующие слова. Вайомер Моше и сказал Моше, асура на вайре я поверну для того, чтобы увидеть это великое зрелище, это великое явление. Мало кто обращает внимание, что в оригинале говорится асура на. Асура это я поверну. На это можно перевести как пожалуй. и кстати одновременно и в другом контексте пожалуйста. То есть я прошу. Но есть еще основной контекст этого слова. Основной смысл этого слова. На означает, что есть ощущение несовершенства, незаконченности, незавершенности. Например, в законах о Песахе Корбан Песах, приношение в Песах. Сегодня мы не приносим ничего в праздник Песах, но тогда, когда был храм, приносили. Закон говорит, что нельзя этого козленка или барашка есть необжаренного до конца. И говорится, что нельзя его есть на, через слово на, то есть незавершенным. Для этого есть свои причины, о которых может быть мы будем говорить или не будем говорить, так или иначе в законах о Песах это разбирается. Так вот здесь Моше раскрыл свой суд. У него было постоянное ощущение несовершенства своего, незавершенности. Он сказал так, поверну я посмотреть этот куст, потому что я чувствую себя незавершенным и несовершенным, если я не увижу это великое явление. Каждый из нас, кто образно говоря спит духовно, кто думает, что он уже достиг если не всего то достаточного уровня в своем развитии духовном, который считает, что он может выйти на духовную пенсию, который не изучает Тору ежедневно, этот человек пока еще на этом этапе не идет по линии Моше Рабейну. Тора нас опять направляет по этому пути, потому что это путь выхода из рабства, выхода рост духовный внутри Торы, внутри мудрости, внутри нашего мировоззрения и Моше выразил это одним словом Асура на поверну я, потому что я чувствую, что я несовершенный, потому что я поверну для того, чтобы понять и изучить великое явление, которое открылось перед ним.